Привет, верхниками! Здравствуйте, дорогие телезрители! Жители Кизила не смогут посмотреть любимые телепередачи и послушать радио. Из-за проведения плановых работ временно остановят теле- и радиовещание. Работы пройдут 21 сентября с 11 до 5 часов вечера. В администрации сообщают, цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 и радиостанция Радио России вещать не будут. А жители Красновишерска теперь смогут скрасить свои вечера прогулками по обновленной аллее имени Ленина. По проекту инициативного бюджетирования «Без прошлого нет будущего» там отремонтировали памятник Ленину, установили скамейки и урны, уложили тротуарную плитку и посеяли газон. Порадует глаз обновленное освещение и вазоны с цветами. В Прикамье завершился конкурс среди старост сельских территорий. Он проходил в Полазне в рамках форума «Устойчивое развитие ТОС» в Пермском крае. Житель поселка Пармы Губахинского округа Станислав Крисанов стал лучшим среди старост всего края. От всей души поздравляем с заслуженной победой. Ну а в Соликамске может появиться молодежный центр. Пермский край готовит заявку на всероссийский конкурс программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». В случае победы регионы-победители получат 10 миллиардов рублей на организацию работы с молодежью. Помимо Соликамского городского округа заявку войдет и часовой. Центр будет включать каворкинг пространства, медиа-студию, кинозал, сцену, вокальные и дизайнерские студии. Цель проекта «Регион для молодых» – создание комфортной комплексной молодежной инфраструктуры. Конкурс проводится по инициативе Федерального агентства по делам молодежи в рамках федерального проекта «Молодежь России» – национального проекта образования. Пожелаем Соликамску успехов! Рубрику «Верхниками сегодня» подготовила Ксения Калугина.